Руководитель экспедиции Херсонес Москва, общественный деятель, член императорского православного палестинского общества Сергей Забурниягин. Сергей, приветствуем вас также на площадке ТАСС. Администратор проекта, создатель новых пешеходных троп и туристических направлений для внутреннего туризма Алла Фатахова. Алла, добрый день. Заслуженный путешественник России, энтузиаст пеших походов, создатель Зелёного кольца Москвы и Крымской тропы Александр Советов. Здравствуйте. Здравствуйте. Путешественник, секретарь движения «Русская мечта» Дмитрий Сагал. Дмитрий, приветствуем вас. И исследователь-путешественник, тревел-маркетолог, историк почты, член Русского географического общества Валерий Сушков. Валерий, приветствуем вас также на площадке ТАСС. Итак, о создании нового туристического маршрута, его исторической и современной уникальности, разработке сопутствующей инфраструктуры, в ходе экспедиции её участников и специальной историко-культурной программе обо всём этом мы будем сегодня говорить. В рамках нашей пресс-конференции пройдёт также церемония спецгашения почтового комплекта экспедиции. Но обо всём по порядку. Итак, длина маршрута от Херсонеса до Соловков составляет около 5000 километров. Пеший поход стартует 7 апреля. Ну а сейчас я хочу предложить вам посмотреть видео, каков же маршрут вообще Великого Русского пути. Пожалуйста. Великий Русский Северный путь – это пешеходный маршрут общей протяжённостью около 4000 километров. Он начинается в Херсонесе и идёт через Керчь, Тамань, Ростов-на-Дону, Воронеж, Тулу, Калугу, Москву, Ярославль, Вологду, Каргополь и Онегу на Соловки. Ну а все подробности мы узнаем у Валерия Шанина. Я вам передаю слово, Валерий Алексеевич, как прорабатывался маршрут, как будет проходить старт, когда финишируете, где будут остановки, кто будет участвовать. В общем, ждём от вас всех подробностей. Пожалуйста, вам слово. Ну, вообще говоря, в мире уже в последние годы существует запрос на то, чтобы у людей появилась возможность опять, как раньше, ходить пешком. Потому что уже все наездились, налетались, мир оказался значительно меньше, чем мы думали. Но сейчас идёт возрождение именно пеших походов. Просто так ходить на обум практически невозможно, потому что везде автомобильные трассы, какие-то заборы и так далее. Поэтому нужно прорабатывать какие-то маршруты. В Европе, в Америке уже очень много длинных пешеходных маршрутов. В России только в последние годы мы, так сказать, обратили на это внимание. И вначале начались какие-то мелкие, несвязанные между собой небольшие маршруты прокладывать. Но Россия такая огромная страна и просто требует для того, чтобы был общенациональный маршрут. По географическому расположению у нас получается так, что общенациональный маршрут может идти только с север на юг. Ни в коем случае не с востока на запад. С востока на запад слишком было бы как-то одинаково географической точки зрения. Если идти с юга на север или с север на юг, то получается большее разнообразие. Поэтому появилась идея такого маршрута. Изначально мы планировали этот маршрут от Москвы до Соловков, только вот северную часть. Но потом пришли к выводу, что почему идти до Соловков, понятно, потому что это крайние северные точки, непонятно, почему уходить с Москвы. По-хорошему надо сказать, чтобы маршрут шел от Черного моря до Белого. Поэтому появилась идея проложить маршрут от Черного моря и, естественно, начинать не где попало, а начать именно в Херсонесе, такое место, которое связано с историей Русской Православной Церкви и вообще России. И это только начало. Мы определили начальную и конечную точку, но задача не в том, чтобы пройти. То есть это же, когда идешь пешком, задача не в том, чтобы сэкономить деньги на автобус и поезд, а в том, чтобы пройти по самым интересным местам. Поэтому мы, когда прохладывали маршрут, мы выбрали его так, чтобы можно было пройти самые интересные исторические и культурные достопримечательности, которые в этом как раз нам по пути встретятся. И при этом не идти по автомобильным дорогам. Поэтому мы предварительно с помощью карт, с помощью спутниковых снимков наметили какую-то нитку маршрута, потом съездили на машине для разведки, посмотреть, как это вообще на поверхности выглядит живой. Но мы наметили маршрут примерно 5000 километров, но все равно, пока реально не пройдешь пешком, 100% гарантии нет. Поэтому наша задача – это самим пройти от Херсонеса до Соловков. Но, опять же, мы это хотим сделать не для собственного удовольствия, не для того, чтобы установить рекорд и успокоиться, а именно для того, чтобы люди могли по этому маршруту пройти. Поэтому мы его изначально прокладывали так, чтобы можно было за день пройти от одного места ночевки до другого, чтобы люди могли идти пешком, без тяжелых рюкзаков. И наша задача – именно такой маршрут проложить. Поэтому 7 апреля мы стартуем в Херсонесе и пойдем на север. То есть мы по предварительной версии будем 4 месяца идти до Москвы. То есть 7 апреля, до 7 августа будем идти до Москвы. А дальше, пока мы не загадываем, хотя цель у нас по-прежнему – дойти все-таки до Соловков и проложить такой маршрут. У нас группа есть энтузиастов, которые, ну как, скорее профессиональные путешественники, которые готовы выделить 4 месяца на то, чтобы идти по всему маршруту. Но мы понимаем, что маршрут такой интересный, что многим было бы интересно присоединиться, тем более, что у нас не предполагается каких-то там экстремальностей, а предполагается нормально, чтобы люди могли по этому ходить. Поэтому мы приглашаем всех, у кого есть такая возможность и желание к нам присоединяться. За нами можно следить просто так вот в режиме, не знаю, минутный. То есть мы, кроме того, что у нас есть предварительный маршрут, по которому мы собираемся идти, у нас еще будут с собой трекеры, и можно будет в интернете отследить точку, где мы находимся прямо в данную секунду. То есть можно прямо, так сказать, посередине маршрута, если кто-то там рядом живет, я не знаю, там деревня, которая в 2-3 километрах находится, то можно просто выйти, встретиться с нами, пройти там несколько километров. И таким образом это будет настоящая экспедиция, которая будет состоять не только из тех, кто сегодня пришел, но и даст возможность людям к нам присоединяться. Наш маршрут стартует в Херсонесе, потом мы идем по Крыму до Керчи, потом Тамань, с Тамани идем до Ростова, с Ростова до Воронежа, с Воронежа до Москвы, и по дороге будем проходить все самые интересные места. И если кто-то из местных жителей к нам присоединится и объяснит нам, что нам надо бы сделать немножко вправо-влево, то мы готовы свой маршрут изменить, чтобы он стал еще интереснее. Но я считаю, что Великий русский путь – это маршрут, который должен стать маршрутом, по которому каждый россиянин хотя бы раз в жизни должен пройти. Пройти пешком своими ногами. Пройти пешком своими ногами, потому что только таким образом можно узнать Россию, если ты по ней реально проходишь пешком, потому что Россия, именно страна, рассчитанная на то, чтобы ходить по ней пешком. Олег Алексеевич, участники, которые стартуют, это те, кто сидят все здесь или еще кто-то есть? Расскажите вот об этом. Как вообще шел отбор участников? Или это просто энтузиасты те, которые решили, организовались и пошли? Как это все происходило? Нет, там, конечно, у нас, я не знаю, мы пока не знаем кто, потому что же свобода полная, можно присоединяться. Есть костяк, который вот это все придумал и который проложил, и который как-то вот, ну как, двигает. То есть это у нас как бы паровоз, а вообще, в принципе, у нас целый поезд. То есть мы идем, и принцип такой, что у нас как бы люди, которые идут, они могут меняться, но сама вот экспедиция, значит, она идет непрорывно. И, соответственно, люди будут присоединяться, отсоединяться. Сказать, сколько человек в результате примет участие, мы сможем, когда придем в Москву, вот тогда мы точно скажем, вот столько-то человек к нам присоединилось. Пока мы можем, так сказать, только предполагать. Ну а старт какой группы планируется? Старт в Херсонесе планируется. Сколько у нас планируется? Ну, сейчас вот те люди, которые здесь сидят, вы их видите, и человек, наверное, 10-15 еще присоединятся. Опять-таки, точной цифры никто сказать не может. Многие просто в последний момент примут решение и приедут. То есть мы никого не ограничиваем, там вход свободный, поэтому есть такой у нас логотип «Ковчег сплочения». То есть это возможность присоединиться и стать частью этого проекта. Хорошо, будем следить тогда за этим. Дмитрий, хотелось бы вам передать слово. Почему? Потому что вы путешественник тоже, как нам тоже рассказывал и Валерий Алексеевич, что путешественник со стажем, и по сути все это начинается с вас. Вот та идея принадлежала первая вам. Расскажите, как вот происходило это? Спасибо. Начиналось это все в доблестном городе Александрове, столице Великой Руси, столице Иоанна Грозного, столице Опричнина. Когда мы столкнулись с материалами о том, что царский путь пролегал от Москвы через Александров и далее, но до Вологды и до Соловков, когда великий первый русский царь сохранял свои, извините, драгоценности, сокровища, в том числе и та легендарная библиотека Ивана Грозного, она находится на этом пути. Этот путь был паломнический с более древних времен. Его отец Василий Третий вымаливал его, царя первого русского, в Кирилло-Белозерском монастыре. То есть формирование всей истории нашего государства происходило на этом великом русском, северном тогда пути. А сейчас называется путь, так как он увеличился, благодаря Сергею Викторовичу Забурнягину и Шанину Валенту Алексеевичу, аж от Херсонеса до Соловков, по пути продвижения христианства. Но я хотел бы рассказать предысторию. Узнав об этом, мы... Так получилось, меня правительство Москвы направило вместе с студентами-волонтерами помогать восстанавливать Соловецкий монастырь. Мы там трудились, и там я узнал, что был этот путь пеший на Соловки, на самом деле. Значит, то есть информацию первую получил в Александрове историческую, потом понятно, что никаких дорог, никаких железных дорог, самолетов, ничего не было, люди приходили туда пешком. И когда я увидел эти гигантские камни, которые непонятно вообще, как люди могли построить, и так получилось, я дружил в Царстве Небесное с отцом Всеволодом Чаплиным, который приехал вместе со святейшим патриархом в 2014 году на преображение Господня, а мы там трудились в это время. И я говорю, отец Всеволод, надо восстанавливать этот пеший путь. Он говорит, да, но ты готов? Я говорю, да. Все, пойдем к патриарху. И святейший патриарх в 2014 году благословил восстановление пешего пути в Спасо-Преображенский и Соловецкий монастырь. И так началось в 2015 году. Я с единомышленниками стартанул с нулевого километра и, правда, дошел только до Вологды. И причина в том, что этот путь опасный. Я бы физически дошел до Соловков, но вдоль дорог, как я пошел, это неправильно. И только благодаря Сергею Викторовичу Забурнягину, который предложил нерациональный, на мой взгляд, тогда путь непрямой, а вот такой весь кривой, как текут реки, идти именно по тропам. И когда он собрал вот эту великую команду, в которую влился Валерий Алексей Шанин, который обошел весь свет, и, естественно, с такими опытными путешественниками это превратилось уже в гигантский проект, который можно сравнить с Апалачской тропой в Америке, с Национальной тропой в Израиле. То есть это путь возрождения России. Вот что я хотел сказать. Спасибо большое. Но Вы так много говорили про Сергея Викторовича. Сергей Викторович, слово Вам. Понятно, что экспедиция «Великий русский путь» – это не только пройденные километры, но это своеобразная идеология. Какие смыслы закладываете в эту экспедицию? Пожалуйста, Вам слово. Да, ну, наверное, сегодня, слава Богу, начали говорить о воспитании, о воспитании народа. И когда мы говорим про историко-культурные паломнические тропы, это и есть инструмент воспитания. Когда мы говорим про патриотизм, то патриотизм в себя включает любовь, любовь к объекту. И этот объект надо знать. И этот объект – наша Родина. Соответственно, лучшего инструмента, чем пешие путешествия, ну, трудно себе придумать, потому что это другая скорость проживания. Одно дело, Вы посмотрели фильм или прочитали книгу, а другое дело, Вы прожили этот путь, пройдя его, встречая тех людей, которые являются носителями этой исторической памяти. Ведь в реальности по России вот эти все краеведы, там, какие-то небольшие группы людей, которые неблагодаря, а вопреки сохраняют эту историческую память. И вот это вот таинство встречи с этими людьми – это тоже удивительный момент вот этих всех путешествий. То есть таких людей Вы так вот в жизни можете не встретить. И, соответственно, когда мы говорим про Херсонес и про Соловки, мы должны понимать, что Херсонес – это купель крещения Руси и, по сути дела, рождения государственности, когда князь Владимир там крестился. Соловки – это долгов Руси, который в XX веке своим исповедничеством, огромным количеством новомучеников доказал свою верность, еще раз подтвердил, несмотря что сама, как говорится, государственность, она ушла, как говорится, в атеизм. То есть, ну, огромное количество людей стали исповедниками и, по своей сути, то есть Соловки – это антиминц России, но XX века. А что такое Крым? А Крым – это такой же антиминц, где мученики были только I-IV века. То есть они даже духовно очень связаны. И, конечно, я очень благодарен, что Валерий Шанин вот так вот озвучил эту идею, что это должно быть и так. То есть изначально это не было очевидно. То есть раскрытие вообще пути всегда приходит тогда, когда ты начинаешь уже жить им, и особенно идти. Поверьте, вот мы сейчас в него входим, у нас одно представление о нем. Когда мы сюда придем, это будет совершенно другое представление о этом пути, и наше тоже состояние будет другое. В том же составе, когда вы уже финишируете. Да, и я хотел сказать, так как мы выходим из Херсонеса, а Херсонес – это Корсунь, туда были привезены в свое время, заказанные князем Владимиром, порядка 10 так называемых Корсунских крестов, наименование они получили. Это большие кресты, с которыми люди шли, крестились раньше несколько раз в году, не как у нас, когда сейчас захотел, да, либо после Пасхи, либо после двунадесятых праздников собирались люди, то есть и их шли крестить. И впереди шел крест. И такой крест один из, наверное, величайшей святыни на сегодняшний день Русской Православной Церкви – это Корсунский крест, который хранится в женском Никольском монастыре Пересталь-Залесском. Он размером 2,35 на метр 35. Мы изготовили точную копию, уменьшенную. И вот такой крест – это 60 на 40 с мощами, потому что тот тоже мощевик. И таким образом для людей верующих, то есть это прохождение становится крестным ходом. Опять-таки для всех открыто участие, потому что наша задача, в общем-то, найти точки объединения. То есть мы все очень разные. То есть те, кто, как говорится, идет молиться, это правильно, когда ты идешь. Ну для меня, как человек верующего, просто идти, ну как бы нет такой полноты. То есть если идешь, надо молиться. Это как для Шанина. Если он идет, не снимает фильм, значит он просто потратил время там. Поэтому вот такой вот прекрасный Корсунский крест. Предполагается, что 10 августа мы должны прийти в Новодевичий монастырь. В этом году 500-летие Новодевичьего монастыря, его основание. И мы, в общем-то, идем тоже в рамках этого празднования. Да, и после Новодевичьего монастыря, как Бог даст, скорее всего, мы все-таки двинемся до Переслая Залесского. И надеемся, что 19 августа на преображение мы эту копию Корсунского креста малую вручим игумене Евстолии. Потому что это ее крест. Нам она отдала его сейчас на ответственное хранение. И вот такие как бы смыслы прохождения, мне кажется, они дают, как говорится, большую полноту. И вообще весь этот путь, он связывает историко-культурные и духовные центры. Естественно, все монастыри крупные, которые есть, мы их будем проходить. И дорога Лавру, которая у нас вот есть, и Александр Советов ее прорабатывал. То есть это та часть этого Великого Русского пути. А Великий Русский Северный путь тоже стал частью этого Великого Русского пути. Ну вот, вкратце, где-то так. Спасибо большое, Александр Викторович. Хотелось бы обратиться к вам. Но сначала хочу напомнить о том, что когда президент выступал во время послания Федеральному собранию, прозвучало о том, что нужно создавать экологические тропы в национальных парках. Я думаю, что наша сейчас с вами встреча каким-то образом это исполнение вот таких поручений. Александр Викторович, скажите, насколько сейчас популярны пешеходные тропы у нас в стране? И как это происходит за рубежом? Какие самые известные? Вам слово. Ну, за рубежом в каждой маленькой европейской стране по сравнению с нашей Россией существует несколько десятков тысяч километров маркированных благоустроенных троп в каждой маленькой стране. В нашей стране, к сожалению, трекинговый туризм, хайкинг отсутствовал все эти годы и присутствовал спортивный туризм. Это нечто другое. Это спорт, но это для избранных. Но вот в последние годы в нашей стране наметилась тенденция создания таких троп. Последние два-три года энтузиасты на местах эти тропы создают, прорабатывают. Подключается государство, подключилось уже, то есть задание Путина по губернаторскому, по областям. Такие тропы, что были в каждой области. И уже каждая область зашевелилась. Вот наш великий русский путь, он сейчас пройдет так, что включит в себя восемь, скажем так, существующих или тех троп, которые начнут делаться. Ну, первое, мы сначала идем по Большой Севастопольской тропе. Это одна из первых троп, которая в нашей стране возникла. Практически чуть ли не первая тропа. Дальше переходим на Крымскую тропу. Спасибо Министерству туризма Крыма. В прошлом году они 100 километров тропы промыркиловали, благоустроили из 900 километров, которые в плане. И еще 150 километров в этом году собираются благоустроить, создать навесы и так далее. Дальше мы переходим и идем по очень густонаселенной части страны, по югу. Это все поля, земледелие. Там достаточно сложно будет с тропами, но какой-то маршрут нам удалось создать между вот этих полей. Посмотрим, пройдем и посмотрим, что получится. Вот, как правило, из своего опыта создания троп, я знаю так, что после того, как тропу нарисовал на карте, и после того, как ее прошел, порядка 30% должно измениться, найти более лучший вариант и отвергнуться более худший. Дальше мы переходим ближе к Москве. Вот здесь уже с тропами получше. Переходим на дорогу в Лавру, 120 километров от Красной площади до Сергиево-Посада. Эта тропа единственная в стране кадастрированная. И вот уже 7 лет существует такая, скажем, достаточно известная тропа. Дальше заходим в Ярославскую область. Это как бы вводчина нашей страны. Александрова дорога и дорога Сергия Радонежского. Энтузиасты из ассоциации троп из Олесия, их уже начали в прошлом году делать, в этом году продолжат работу. Дальше тропа пойдет по пути Великого Русского Северного пути. И есть еще у нас маршрут, путь Ломоносова. То есть вот эти вот 8 троп, они войдут, включатся в эту большую тропу, которая проходит по 12 субъектам Российской Федерации. Ну и у меня вот такой слоган родился, вот слушая Сергея, «Пройди русский северный путь, познай Россию». Все у меня. Спасибо, Алла Риязовна, присоединяясь к нашей беседе. Вы, как никто другой, знаете о создании туристических троп. Насколько это перспективно в нашей стране, пожалуйста. Ну я как экономист положу ложечку дегтя в бочоночек меда. На данный момент в США 80 тысяч официальных промаркированных пеших маршрутов. В Канаде, в стране, схожем с нашим климатом, за 30 лет создано 27 тысяч пеших маркированных маршрутов. Официальных, я подчеркиваю. На данный момент в России 3000 километров маркированных, неофициальных, созданных просто обычным энтузиастами, тропостроителями маршрутов. Вот все, что перечислил Александр Советов, это просто энтузиасты создают эти тропы. Но они неофициальны, ни одна из них. На данный момент пишется закон, он прошел уже несколько редакций, и нужно сказать, что те изменения, которые предлагаются официальными органами, изначально не дают возможности создавать эти тропы. В них больше запретительных пунктов, чем разрешительных. Например, в точке входа на каждую тропу должен быть ФАП, фельдшерский пункт, может быть, акушерский они там опустят, но должен быть фельдшерский пункт. И какая-то еще организация должна сидеть на тропе. Представляете, 5000 километров. И в каждой деревне, потому что, будем брать за основу, что в каждой деревне можно зайти на тропу и идти дальше. В 500 населенных пунктах должен быть фельдшерский пункт. На самом деле, может быть, это здорово, это удивительно поднимет экономику. У нас будет очень много выпускников медицинских колледжев, которые будут сидеть в каждой деревне на тропе, проверять заходящих на тропу и заодно лечить местных жителей. Так что, в принципе, это тоже неплохо. Но я сейчас хочу рассказать сначала про экономику именно в Соединенных Штатах Америки. Информация, к сожалению, абсолютно не свежая, 2000 года. Более актуальную мне найти не удалось. Ну, например, мы говорим о том, что экономика троп – это очень выгодно. И в первую очередь это выгодно для местных сообществ, для деградирующих и депрессивных территорий. Когда мимо населенных пунктов небольших проходит тропа, это значит, что там появляются магазины, гостевые дома, кафе и какие-то услуги по прокату велосипедов, любого другого снаряжения. И статистика говорит, что это очень хорошо работает. В 2000 году при населении Америки в 282 миллиона человек хайкингом занимались одна треть населения, 67 миллионов. На данный момент население Российской Федерации 147 миллионов. То есть мы наполовину меньше Америки. И если у нас даже будут ходить 30 миллионов, это будут огромные деньги. Потому что в 2000 году было продано туристических ботинок в Соединенных Штатах, это по оценке оптовых организаций, на 213 миллионов рублей. Продано рюкзаков на 284 миллиона долларов. Валерия, я знаю, это понятно, что вот все там замечательно, хорошо. Что нам сделать, чтобы у нас было все замечательно, так же и прекрасно, и чтобы были тропы привлекательные? Чтобы у нас, во-первых, появился закон о тропах, чтобы это было официально. Нужна ли нам единая организация, ассоциация по тропам, по типу департамента Камина в Испании? Возможно, нет. Потому что нужно изучать мировой опыт и брать положительный. В тех же Соединенных Штатах нет единой организации. За пешие тропы отвечают службы лесов, службы национальных парков и множество других организаций, которые просто работают под одним общим законом. Ну вот, поручение президента у нас уже есть. Надеюсь, что все это сдвинется с мертвой точки. Еще у меня такой вопрос. Не знаю, кто из вас, из участников ответит. Как будет обеспечиваться безопасность во время прохождения? И какими видами связями будете пользоваться? И как будут присоединяться к этому участники остальные? Давайте я на какую-то часть вопросу отвечу. Да, конечно. Но изначально маршрут прокладывался так, чтобы не было никаких, скажем, опасностей. То есть переходы железнодорожных путей только по разрешенным местам, переходы где-то в населенных пунктах только по пешеходных переходах. В Крыму, скажем, достаточно много каких-то военных объектов, баз, обходы, всех вещей. То есть тропа должна быть в первую очередь легитимна. То есть все, никаких ни заборов, ни проездов, ничего. Только там, где можно разрешено проходить. Это вот первое условие безопасности. Ну а дальше так. То есть тропа проходит так, что каждый день, два, три будет населенный пункт. Населенный пункт будет, значит, есть возможность приобщиться к благам цивилизации, зарядить свои гаджеты, докупить продукты, продовольствие. Ну если что-то случилось, аптеки и так далее, и так далее. То есть вот таким образом. Ну и самая главная безопасность любого похода, любого передвижения, это всегда лежит на их участниках. То есть участники должны быть готовы ко всему. То есть вот в наших рекомендациях тем, кто пойдет, рекомендация следующая. То есть погода у нас такая, а вы должны быть готовы там на легкий минус ночью и так далее, на любую погоду днем, дождь, снег, ветер. То есть когда ты будешь готов к любым условиям этого перехода, ну ты будешь относительно безопасен в своем походе. Так, ну я еще, наверное, добавлю. Дело в том, что с нами идет машина сопровождения, так называемая камера хранения. И в случае каких-то экстренных ситуаций есть, как бы, человек, который всегда на этой машине, человек подберет с тропы, ну там, где это будет доступно, пересекаться будет тропа, непонятно, с автомобильным треком, и будет произведена доброска. Опять-таки, учитывая, что у нас это не туристический поход, да, он предполагается и простраивается таким образом, чтобы люди могли чтить без палаток там. Поэтому у нас каждый день, и за это отвечала красава Лафатахова, каждый день у нас ночевка либо в монастыре, либо в туркомплексе, либо в гостином доме, ну где-то. То есть именно этот принцип мы и соблюдаем. То есть потому что наша задача построить тропу, которая была бы не туристической, а паломнической, ну условно, там, как вы взяли и по городу прогулялись. Поэтому вот эта вот машина сопровождения, она решает большое количество вопросов. Ну и, безусловно, мы идем с трекерами, которые, помимо того, что они у нас отслеживают наше движение, у них есть режим СОС. Там в случае, если какая-то экстренная ситуация, то есть мы нажимаем, и у нас оператор, который в Москве отслеживает нас, и чей этот программный продукт там, он понимает, что есть какая-то экстремальная ситуация, начинает оповещать уже МЧС и сбрасывает координаты там, где этот гаджет сработал. То есть, в общем-то, достаточно безопасно. И еще у меня такой вопрос. Я знаю, что на разных этапах к вам будут, ну и вы тоже, да, говорили, будут присоединяться различные участники, это и краеведы, и блогеры. Вот какая роль им отводится? Ну, я вообще сам по себе, кроме того, что путешественник, я еще делаю документальные фильмы, у меня целый проект «Вокруг света пешком». И, естественно, у меня личная задача не просто пройти, а сделать многосерийный фильм про вот этот маршрут, чтобы все, кто собирается по нему пройти, чтобы они имели представление, что их может ожидать на пути. Поэтому мы приглашаем всех, кто может с нами поделиться, вернее, не с нами, а со всей стороной поделиться, чтобы они, значит, на камеру рассказали, показали самые интересные места. Ну, а есть те участники, которых вы уже знаете, которые запланированы к вам присоединяться в той или иной точке? Ну, я имею в виду специалистов конкретно, не те, кто вот захотел и присоединился, да, а вот те же самые краеведческие, да, там, рабочих краеведческих. Ну, обычно мы прямо уже на месте таких людей находим, потому что самые интересные даже люди не те, которые вот официально известны про них. И вообще, по моему опыту, когда мы шли по великому русскому северному пути, я же иду сразу с камерой и со штативом, и идешь по какой-нибудь деревне, вот, по которой вообще никогда не слышал. Человек спрашивает, а вы что делаете? Я говорю, кино снимаем. Говорит, кино снимаете? У меня есть для вас что рассказать. И начинает рассказывать про эту деревню вот столько, что вообще думаешь, ну, это вообще… Ни один краевед не расскажет, правда? Ни один краевед не расскажет, да. Поэтому люди, в принципе, сами у нас вообще русские люди очень отзывчивые. И когда они узнают, что снимается фильм, то вот для меня, конечно, сложно в том плане, что мы идем 20, там, 25 километров в день, а потом, когда мы куда-то приходим, я еще столько же километров прохожу, потому что меня норовят куда-нибудь затащить, там, какие-то места… Что-то рассказать, показать. Рассказать, показать, какие-то вот… Бывает в сторону, 5-10 километров в крюк приходится делать для этого. Ну, вернее, я, конечно, рад этому, но я считаю, что наша задача не только пройти, вот. И также, кроме того, я написал уже книгу про «Великий русский путь», она скоро выйдет, тоже описание вот этого маршрута, чтобы люди поняли, насколько интересен этот маршрут и что стоит по нему пройти. Маршрут, вообще говоря, 5000 километров, но мы его разбили на 7 участков, именно чтобы можно было человеку за отпуск пройти. Ну да, конечно, 4 месяца выделить, да, трудно. Да, да, да. Все работают. Обычно человек сложно, но вот у нас 7 участков, и каждый участок рассчитан, что примерно за 3 недели можно пройти. Поэтому человек выбирает либо, значит, первый участок – это по Крыму, от Херсонеса до Керчи, второй участок – от Тамани до Ростова-на-Дону, третий – от Ростова-на-Дону до Воронежа, четвертый – от Воронежа до Москвы, пятый – от Москвы до Ярославля, шестой – от Ярославля до Каргополя, и седьмой – от Каргополя до Соловков. Поэтому каждый человек может за 7 лет пройти «Великий русский путь», просто ходя в отпуск на один из этих этапов. Вы говорили, что тоже проходили, и разные встречи были. Вот какая для вас была такая самая встреча яркая, и с каким человеком, или, может быть, с группой людей? Ну, самое яркое – это мы пришли в Горецкий монастырь, он недалеко от Кириллова монастыря, и про Кириллов монастырь все знают, а Горецкий монастырь там в 7 километрах находится, о нем мало что известно. Но, значит, Владимира Михайловича там встретил, значит, удивительный человек, который, ну, как бы, потрудник в этом монастыре, вот он совершенно случайно в него попал, и каждое лето ездит, все свои отпуска там проводит, чтобы его реставрировать. И он, когда узнал, что фильм снимаем, он меня вот так вот взял просто, и два дня вообще не выпускал, значит, завел во все храмы, в те места, куда вообще никого другого не пускают, рассказал вообще кучу историй баек, все вот это все, то есть, ну, в результате получилось, вот в моем фильме, вот, про «Великий русский северный путь», получилось, что про Кириллов монастырь я рассказал одну серию, а про «Горийский монастырь» три. Почему? Потому что такой человек яркий встретился. Ну и вообще, действительно, именно люди создают вот эту вот атмосферу, потому что, когда ходишь по России, то, ну, не знаю, на мой взгляд, вот 10% получаешь удовольствие от самого процесса ходьбы, то, что ты где-то там по лесам-полям ходишь, а 90% от того, что встречаешь таких гостеприимных людей, людей, которые готовы поделиться спутником, и люди, естественно, и приглашают, и обязательно, так сказать, приглашают себя домой. Ну и, ну, просто не дает уже вздохнуть, потому что хочется много чего рассказать, хочется все показать, поделиться своим опытом. Я надеюсь, что в этом маршруте у нас тоже будут такие люди, замечательные, о которых мы обязательно расскажем. Мы будем ждать ваш фильм тогда, и уникальные кадры. Да, обязательно. Пожалуйста, если у журналистов есть вопросы, подходите справа с левого микрофона, задавайте, представляйтесь, задавайте свой вопрос. Вопрос... Пеплику скажу. Да, конечно. Значит, Валерий Алексеевич анонсировал книгу «Путеводитель по великому русскому пути», которая выйдет в конце апреля. Наши партнеры, Медиахолдинг День, значит, эту книгу, видите, авторы Шанин, Забурниягин, Сагал и Белецкий. Алексей Борисович, который помогает ее воплотить в жизнь. Она выйдет в конце апреля. Мы ее обязательно анонсируем широко. Но я хочу сказать, что, дорогие товарищи, обращаясь и к представителям средств массовой информации, и вообще к гражданам России, подключайтесь. Вот такие партнерские организации, как Медиахолдинг День, как вот здесь сегодня нас принимает агентство «ЭТАРТАС», что это общенациональный проект. И каждый, кто вот из этих представителей 12 регионов, подключайтесь, приезжайте. Значит, все это будет представлено на ресурсах нашего проекта. Вы все найдете свое место и сможете послужить великому возрождению нашей страны. Ждем, ждем, ждем. Спасибо большое. Ну, а я хочу сказать, что участники экспедиции «Великий русский путь» во время своего пути вспомнят и древние виды почтовых доставок. И об этом я хочу попросить рассказать Валерию Ивановичу Сушкову. И мы как раз и проведем еще церемонию спецгашения почтового комплекта экспедиции. Пожалуйста. Спасибо. Я хотел бы начать, знаете, с чего? С того, что мы совсем недавно встречались с Валерием Шанином на международной террористической выставке «Интурмаркет», где был презентован первый в России, да и в общем-то, и в мировой практике, первый в мире «Филогид путеводитель. Почтовое приключение по Залонской земле». Я выступил главным редактором, и с учетом того, что последние несколько лет я развиваю новое направление в индустрии туризма под названием «Филотуризм». И я подписал федеральному агентству, моему уже родному и любимому ТАСС, вот этот путеводитель. И для меня приятно то, что часть этого маршрута пройдет через город Задонск, и там мы как раз сделаем интеграцию. Это экспедиция, которая, в общем-то, проповедует пешие походы, в том числе и развитие внутреннего туризма, безусловно. И интеграция произойдет таким образом. Мы разработали в городе Задонске историко-культурный городской почтовый квест-маршрут, и называется «Задонск – столица филотуризма». И я, пользуясь случаем, передаю привет вам громадный от главы Задонского муниципального района Щедрова Алексея Ивановича, который вас всех будет встречать на нашей земле, на Задонской земле, и будет вам оказывать содействие в размещении, в питании. И мы, надеемся, встретимся с вами еще в библиотеке, где мы соберем ребятишек, где вы расскажете, что это такое, что это за экспедиция, и пройдете часть маршрута. И каждый участник экспедиции после прохождения маршрута, он легкий, на территории города Задонска, несколько километров, вы получите специальный сертификат прямо в кабинете нашего креативного, самого креативного муниципального главы Задонского муниципального района Щедрова Алексея Ивановича, сертификат о том, что вы прошли этот почтовый квест-маршрут и получите такой статус, своеобразный статус под названием «Амбассадор Задонской земли». Это вам на память. Спасибо большое, будем бережно хранить. Ну, а с учетом того, что я хотел рассказать о том, что в последнее время я развиваю направление, новое направление в индустрии туризма под названием «Филотуризм» — это симбиоз двух направлений туризм, приключения и филателии, когда можно совершать путешествие под призмой филателии и делать его таким достаточно увлекательным. В данном случае, как только я узнал от Валерия Шанина о том, что стартует такая уникальная, на мой взгляд, экспедиция, и, безусловно, я как историк почты вспомнил, что в Древнем Египте, в Древней Греции, в Древнем Китае существовала такая скороходная пешая почта долгие-долгие годы. Причем Марко Поло в 1850-х годах написал книгу свою известную, где он расписал вообще, что это за пешая скороходная почта, так называемая, и даже отобразил этот путь пешей скороходной почты евроазиатского маршрута. И, конечно же, я вступил в диалог с Валерием и предложил, после того, когда узнал об этой уникальной экспедиции, во-первых, сделать презентацию в ТАСС, и нам это удалось. Здесь прекрасная площадка. Я говорил вновь и буду говорить вновь о том, что это прекрасная площадка для того, чтобы делать такие уникальные проекты и популяризировать, безусловно, внутренний туризм, одно из направлений внутреннего туризма. Мне кажется, у пешего туризма просто колоссальное будущее. Это, я думаю, вопрос времени. Туризм сейчас динамично развивается. Не сегодня, а завтра. Я думаю, мы получим от регуляторов правильный документ. Надо просто сконсолидироваться и обозначить четкий вектор. И у нас будет не хуже, я думаю, со временем, конечно же. У нас же недавно дороги были исхудалые. Прошло время, и причем, в общем-то, немалое время, короткое, я бы даже сказал, время, и у нас прекрасные дороги. Но... Можно я на секундочку перебью по поводу дороги? К сожалению, мы упустили немножко тот момент, когда во времена Советского Союза у нас были проселочные дороги между селами. Вот те дороги, по которым мы сейчас ходим, которые мы, я могу сказать, что мы восстанавливаем постепенно, по крайней мере, вот тот путь, который делаю я из Холмогоров на Москву, мы идем старой московской дорогой. То есть это те дороги, которые существовали буквально еще 30 лет назад. Да, они у нас были, просто мы это не воспринимали как хайкинг, но за 30 лет мы их потеряли, потому что у нас исчезли сел. Наша задача восстановить. Наша задача восстановить. Времена меняются, дороги изменяются. И я думаю, что именно эта экспедиция проложит новый путь, обозначит правильные точки географические, туристические, сфокусирует внимание на паломническом туризме, сфокусирует внимание на пешем туризме. И я думаю, эта экспедиция, ровным счетом, это та национальная идея туристическая, которая может объединить. И в этом сила этой экспедиции, громадная сила этой экспедиции. Но я, как историк почты, сразу же Валерию предложил, возвращаясь к церемонии спецгашения, выпустить специальный почтовый набор, посвятить её вашей экспедиции. И я теперь понял, что у вас есть бренд, такой совместный бренд. И с учётом того, что есть ещё история монастырской почты, я предлагаю ещё после этой экспедиции, во время первого этапа экспедиции 1924 года, выпустить в свет, я возьму на себя эту миссию, почтовые карточки, которые объединят три вида почты. Первая почта – это скороходная почта. И фактически эта экспедиция будет заниматься… Есть такое понятие историческая реконструкция, а есть ещё понятие почтовая реконструкция. Тот проект, который я представляю, всероссийский проект развития филотуризма, пост-венчур, почтовое приключение, как раз и является сподвижником именно почтовых таких реконструкций и развития филотуризма в стране, который, в общем-то, и зародился в стране. Скороходная почта, и мы делаем почтовую реконструкцию скороходной почты, бутылочная почта, представленная проектом под названием Министерство морской и бутылочной почты. Это проект Владивостокский в городе Владивостоке, был создан в 2018 году, но он сейчас работает в разных акваториях и во многих акваториях, включая Северный полюс. В прошлом году, в позапрошлом году Фёдор Конихов в своих экспедициях в географической точке Северного полюса выбрасывал послание в бутылки. И в этот раз я уже подготовил специальную стеклянную посуду, ёмкость. То есть для этой экспедиции? Для этой экспедиции, потому что она пойдёт с Чёрного моря на север. И вот такой символический выброс, сертификат, который переведён на пять языков с информацией о том, кто, когда и что это за экспедиция, какой она несёт в себе миссию, за подписью министра морской и бутылочной почты, с маркой виньеткой, со штемпелем. Кому-то, я думаю, кто-то станет счастливчиком, когда обнаружит такое послание на берегу Чёрного моря. Интересно будет потом, да, где-то это вот... Да, Валерия, я как руководитель экспедиции передаю бутылочное послание. Надо туда две бутылки, одно для Северного моря ещё. Готовьте вторую. Вторая будет в следующем году, безусловно, когда вы дойдёте до финишной прямой до Соловков и в Белом море сделаете уже завершающий факт выброс бутылочного послания, и мы замкнём таким образом послание в бутылке. Ну и, как я сказал ранее, есть громадный пласт истории монастырской почты, и мы её включим в отдельный сюжет, почтовые карточки, посвятим вашей экспедиции со всеми участниками. Я даю слово и подтверждаю факт, что я присоединюсь к вашей команде, и это начнётся с Задонска, и пойдём в сторону Москвы, и какой-то этап для меня честь будет пройти и стать частью этой команды. Ещё я хотел бы, пользуясь случаем, с учётом того, что Задонск является столицей филотуризма, и в этом или в следующем году мы планируем открыть интересный музей. Музей называется «Всемирные почтовые сообщения», и одна из экспозиций будет посвящена именно Скороходной почте. И вот, Валерий, я прошу вас, после того, когда вы пройдёте весь маршрут, ваши ботиночки, кеды или какая-то другая обувь нам, пожалуйста, потом... Так собирается экспонат покрупиться. Совершенно верно. Для нас это будет очень дорогой экспонат, и я обещаю, что отдельно взятый экспонат вашей экспедиции будет в нашем удивительном почтовом музее под названием «Всемирные почтовые сообщения» в городе Задонске. А сейчас я хочу показать почтовую карточку. Она включает в себя географию от юга до севера, через Москву, Великий русский путь, 5000 километров, пешком. И главным почтмейстером двух посланий Скороходная почта и Битулочная почта является единственным человеком в мире, который прошёл кругосветку трижды автостопом, Валерий Шанин. Мы уже подготовились, мы подписали, и сейчас символически со всеми участниками экспедиции, которые сегодня, в отличие от меня, подготовились, экипированы, сейчас мы проведём символическую церемонию спецглашения. Что это значит? Это значит, вот эта марка виньетка, сейчас штемпель этой экспедиции, которую я передаю руководителю экспедиции, коснётся вот этой марки. И мы сделаем такую символическую церемонию спецглашения. Итак, Валерий руководитель экспедиции первую руку кладёт. Пожалуйста, можно вас? Да, все участники. Нужно все, всем обязательно. Да, могут просто лучше левую, чтобы потом фотография получилась. Лучше левую. Да, да, да. Проходите. Не, не, нет. Да, плавление, да. Я на плечо положу. Так, можно. Так, секундочку. Сейчас сначала общий план фотографии. Для меня. Сейчас объектив смелее. На счёт. Раз, два, три. Раз, два, три. Ага, нажали. Показывай. Всё, у нас только что состоялось почтовое спецглашение. Мы вас поздравляем. Да. Пожалуйста, снимайте. И я хотел бы выдать всем почтовую карточку на память. Так. Всем на память. И мы сейчас ещё все вместе покажем почтовый конверт, открытку и сделаем общий план фотографии. Как обычно. На память. Угу. Так. По-моему. Ещё один. Открытка. Открытка. И открытка. Всё. Так. Ещё открытку. Не даем. Угу. Все получили, да? Всё. Всё. Это твоя, это моя. А теперь давайте общий план фотографии ещё покажем. Открытку. Конверт. Пройдут года, вот этот выпуск лимитированным тиражом, который выпущен, 200 экземпляров всего лишь навсего. Но пройдут года, это будет стоить очень-очень дорого. Спасибо. Спасибо огромное. Мы на этой прекрасной ноте, я думаю, будем завершать наше мероприятие. Спасибо огромное, что вы к нам пришли. Ещё раз напоминаю, что это Великий русский путь, экспедиция 5000 километров, километров Херсонес, Москва, Соловки. И, конечно же, будем ждать вас уже с итогами, с уникальными кадрами и с уже этим пешим маршрутом, который вы представите всей стране. Спасибо огромное. Спасибо. 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 Спасибо.